Коллеги, еще раз всем доброе утро. Наталья Владимировна, я думаю, мы начинаем, да? Еще раз всем доброе утро всем, кто успел подключиться, я думаю, что уже те, кто хотел это сделать, к этому моменту это сделали. Очень рад вас всех видеть. Непростой, необычный для нас формат, да, но я надеюсь, что предстоящие полтора часа мы забудем во всех грустных моментах. И мне кажется, нам предстоит очень интересная работа, потому что в этой сессии, посвященной анализу политики центральных банков, мы с вами послушаем очень разные доклады, которые затрагивают практически все наиболее важные сейчас сферы политики центрального банка. Мы поговорим, начнем с разговора о целевых приоритетах центрального банка. После этого мы достаточно подробно, видимо, обсудим такую сферу, как финансовая стабильность, поговорим о макропроводенциальной политике, не упустим ее по всей видимости. Ну и в заключении обсудим такую важную составляющую политики любого центрального банка, как информационная политика. И в каком-то смысле мы, мне кажется, это будет очень цельная сессия. Я предлагаю следующий формат работы. Давайте мы постараемся по максимуму использовать чат именно для того, чтобы писать там те вопросы, которые возникают по ходу доклада. Безусловно, у каждого докладчика будет возможность в самом начале доклада сказать вообще, хочет ли он, чтобы его прерывали на какие-то уточняющие вопросы. Прошу каждого докладчика об этом заранее предупредить. Ну и, конечно, участников сегодняшней секции прошу также в случае появления именно уточняющих вопросов прерывать докладчика по ходу, но не более того. Если у вас какой-то более концептуальный вопрос, напишите, пожалуйста, о том, что вы хотите его задать в чате. Либо сам вопрос, либо просто свое желание, если вам кажется, что вам сказать будет легче, чем написать. Дальше у докладчика будет 15 минут. Ну и, собственно говоря, по истечении этих 15 минут я постараюсь модерировать это таким образом, чтобы мы сначала ответили на те вопросы, которые появились в чате. А после этого мы уже непосредственно перейдем, возможно, к какому-то обсуждению, если у нас останется на то возможность. Ну и, наконец, если позволит время, в конце, возможно, мы подведем какие-то итоги уже непосредственно нашей секции. Ну и, надеюсь, получим удовольствие от доклада друг друга. Всем успехов! Начнем мы сегодня, я думаю, не будем сейчас затягивать непосредственно смотреть, сколько времени у нас еще осталось. Да, я не думаю, что мне нет смысла затягивать свое приветственное слово. Пускай у нас больше будет времени для содержательного разговора. Первый доклад сегодня – это анализ целевых приоритетов Банка России. И докладчиком будет Мария Евгеньевна Чембулатова из Института Гайдара. Мария Евгеньевна, прошу вас, у вас 15 минут. С удовольствием слушаем вас. Здравствуйте! Я тогда могу включать демонстрацию экрана, да? Да, конечно. Включайте, пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Чембулатова Мария Евгеньевна. Я являюсь младшим научным сотрудником лаборатории денежно-кредитной политики Института экономической политики имени Гайдара. Мой доклад называется «Анализ целевых приоритетов Банка России». Позвольте начать мой доклад. Итак, последствия мирового финансового кризиса, переход Банка России к режиму инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса, реализация активной процентной политики обуславливают актуальность исследования, степень реакции инструментов денежно-кредитной политики на динамику инфляции, разрывы выпуска и индикаторов финансовой стабильности в современных условиях. В этой связи целью моего исследования является оценка правил денежно-кредитной политики Банка России и выявление на ее основе целевых приоритетов регулятора в период после мирового финансового кризиса в целом и после перехода к режиму инфляционного таргетирования в частности. Согласно многим исследованиям, в том числе работам Китлэнда Прескотта, Лукаса, Бороя Гордона, вследствие рациональных ожиданий экономических агентов, сформированных в условиях несовершенной информации, выгоды от неожиданных действий центральных банков не могут возникать систематически. Другими словами, политика по обстоятельствам не может способствовать поддержанию необходимых уровней, например, безработицы или выпуска в долгосрочном периоде. Принятие центральными банками правил о существовании их монетарной политики делает их независимыми от краткосрочных политических интересов, снижает неопределенность ожиданий экономических агентов и укрепляет их доверие к действиям центрального банка. К настоящему времени разработано множество правил денежно-кредитной политики, подходящих для тех или иных стран в зависимости от сложившихся в них экономических условий, например, открытая или закрытая экономика, используемый в стране режим денежно-кредитной политики и так далее. Наиболее известными являются правила Маккалума для денежной базы в качестве инструмента монетарной политики, правила Тейлора и Клориды Галли-Гертлера для процентной ставки в качестве инструмента, правила Пола для индекса монетарных условий. Сейчас мы рассмотрим некоторые результаты эмпирических исследований правил денежно-кредитной политики. Здесь представлены результаты как для России, так и для группы развитых стран. В случае правил, модифицированных с учетом индикатора финансовой стабильности. Согласно выводам эмпирических исследований, Банк России в первой половине 90-х годов был нацелен на снижение инфляции. Затем его основной задачей стала стабилизация обменного курса. Но в начале 2000-х годов инструменты монетарной политики и задачи Банка России изменились. Так, до мирового финансового кризиса, устанавливая целевые значения в процентных ставках, он учитывал изменения ожидаемой инфляции, выпуска и реального обменного курса. Но после кризиса его главной задачей стало поддержание выпуска. При этом результаты современных работ указывают на то, что правила монетарной политики центральных банков необходимо дополнять индикаторами финансового стресса. Особенно это актуально в периоды финансовой нестабильности. В работе зарубежных авторов, где исследуются правила денежно-кредитной политики для США, Великобритании, Австралии, Канады и Швеции, в качестве такого показателя финансового стресса используется индекс финансового стресса, предоставляемый МВЭ. И также используются отдельно каждая из его компонентов. При этом в работе российских авторов для России в качестве индикатора финансового стресса при оценке правила были выбраны индекс финансового стресса МВЭ и индекс Федерального резервного банка Канзаса. В этой связи в данном исследовании проверяем следующий набор гипотез. Во-первых, по мере повышения гибкости механизма курсообразования и перехода к режиму инфляционного таргетирования в правиле денежно-кредитной политики Банка России повышается роль инфляции и выпуска, при этом значимость валютного курса ослабевает. Во-вторых, в ответ на превышение инфляции целевого значения и фактическим темпом роста ВВП потенциального уровня Банк России реагирует к ужесточению монетарной политики. В-третьих, по мере завершения формирования коридора процентных ставок и повышения гибкости механизмов курсообразования значимым инструментом денежно-кредитной политики Банка России становится краткосрочная процентная ставка. И, наконец, после мирового финансового кризиса Банк России стал учитывать индикаторы финансовой стабильности при управлении процентными ставками. Поскольку целевые приоритеты Банк России могли различаться на разных временных периодах после мирового финансового кризиса, то оценка монетарного правила в данном исследовании была проведена для следующих временных подпериодов. Период после мирового финансового кризиса с января 2010 года по июль 2019 года, период после завершения формирования процентного коридора и введения понятия ключевой ставки процента с сентября 2013 года по июль 2019 года. И период после официального перехода Банка России к режиму инфляционного таргетирования период с января 2015 года по июль 2019 года. Оцениваемая регрессия представлена правилом Тейлора, модифицированным с учетом того, что оценка проводится для открытой экономики и с учетом использования индикаторов финансовых условий. Также в регрессии используется коэффициент, отвечающий за степень сглаживания динамики процентной ставки. В качестве зависимой переменной оцениваемой регрессии выступает инструмент денежно-кредитной политики Банка России, а именно процентная ставка МИАКР, использование которой в качестве инструмента обусловлено тем, что ключевая ставка стала доступна лишь 2013 года. В правой части регрессии также присутствуют даме переменные, соответствующие наиболее острой базе валютного кризиса в России конца 2014-го, начало 2015-го года. В таблице на слайде приведены используемые переменные с источниками и способами расчета. В качестве объясняющих переменных были взяты отклонения фактического темп роста выпуска от потенциального, которое рассчитывалось с помощью индекса промышленного производства и индекса товаров и услуг по базам видов деятельности в качестве альтернативы. Каждый ряд был скорректирован на сезонность, где потенциальный выпуск получен с помощью фильтра Ходрика-Прескотта. Также в регрессии рассматривается отклонение фактической инфляции от целевой, также представлено в виде нескольких альтернативных вариантов, как отклонение годового темпа прироста ИПЦ от годовой целевой инфляции и отклонение сезона скорректированного ряда ИПЦ от 12-й доли годовой целевой инфляции. Также для использования в расчетах переменного валютного курса были выбраны номинальный эффективный валютный курс рубля, который был вычислен с помощью фильтра Ходрика-Прескотта. Тренд был вычислен с помощью фильтра Ходрика-Прескотта. И переменная была рассчитана как темп роста и как отклонение темп роста от долгосрочной траектории. И также рассмотрим переменные, которые использованы в качестве индикатора полотенцов на финансовом рынке. Для правил Банка России в данном исследовании поочередно использовались индекс ВИКС, индекс финансового стресса Федерального резервного банка Канзаса, индекс МТСи Раша и индекс Мосбиржи. Каждый временной ряд также был скорректирован на сезонность и потенциально долгосрочный уровень получен с помощью фильтра Ходрика-Прескотта. Оценка регрессии проводилась с помощью обобщенного метода моментов, и поэтому в таблице ниже представлены показатели, используемые в качестве инструментальных переменных при оценке правил Банка России. К ним относятся цены на нефть марки Brent, сальто федерального бюджета, чистые потоки капитала, темпы прироста денежной массы, а также значения объясняющих переменных регрессии, взятых слагом. И инструментальные переменные отбирались с помощью J-теста на сверхидентифицирующие ограничения. Также была проведена проверка временных рядов на стационарность с помощью тестов, расширенного на тикипулера и тикипулера JLS. Результаты тестирования представлены в таблице. Обозначение I1 значит, что на указанном периоде временной ряд не стационарен, и для дальнейших расчетов он был взят в первых разностях. Пустые ячейки означают, что на данном промежутке ряд стационарен. Не включенные в таблицу временные ряды стационарны на всех исследуемых временных периодах. И для проверки статистической значимости каждой оцененной регрессии был использован тест Вальда на совместную значимость коэффициентов. Полученные результаты свидетельствуют о некотором изменении приоритетов политики Центрального банка на рассматриваемых временных подпериодах. Так, в период после мирового финансового кризиса и до начала решительных действий Банка России, направленных на переход к режиму инфляционного таргетирования, Банк России проводил сбалансированную денежно-кредитную политику, уделяя внимание и поддержанию выпуска, и инфляции, и валютного курса. Однако, после завершения формирования процентного коридора и введения ключевой ставки процента Банком России, не выявлено значимого влияния отклонения выпуска потенциального уровня на инструмент монетарной политики. При этом, в ответ на угрозу девальвации рубля, Банк России реагирует к ужесточению монетарной политики, что, возможно, согласуется с теорией ввиду корреляции динамики валютного курса с индикаторами финансовой стабильности, коэффициенты при которых на данном периоде также отвечают ожиданиям и оказались статистически значимыми. После официального перехода Банк России к режиму инфляционного таргетирования коэффициент при показателе валютного курса оказался статистически незначимым, поскольку на данном периоде Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса и не проводил валютных интервенций с целью поддержания курса национальной валюты в заданных границах. На слайде приведены еще раз основные результаты. И также стоит отметить, что отклонение инфляции от целевого уровня оказало значимое воздействие на ставку денежного рынка как в период до, так и в период после перехода Банка России к режиму инфляционного таргетирования. При этом степень влияния увеличивалась с 2015 года, что также согласуется с политикой Банка России, направленной на снижение инфляции в последние годы. Спасибо за внимание. Мой доклад окончен. Мария Евгеньевна, благодарю вас за то, что были так пунктуальны и закончили даже раньше. Я надеюсь, оставили даже больше времени для себя и для коллег пообщаться на тему вашего интересного доклада. Давайте начнем с уточняющего вопроса в нашем чате. Мария, вы видите? Его или мне озвучите? Не вижу. Что подразумевается под потенциальным уровнем? Является ли он фиксированным во времени? Спрашивает Сергей, к сожалению, Фамилия не подписывается. Потенциальный уровень как долгосрочная траектория, как тренд временного ряда, который был рассчитан с помощью фильтра Ходрика Брескотта в программе E-Views. И это не какое-то заданное целевое значение, просто долгосрочная траектория на рассматриваемом временном периоде. Спасибо. Сергей Мария Евгеньевна ответил на ваш вопрос? Ага. Продолжаем обсуждение. Была ли проверка рабастности к другим методам выявления тренда? Видите, да, вопрос? Да, другим методам выявления тренда нет, не было проверки. Были просто изначально заданы в программе E-Views такие параметры, которые обеспечивают в теории состоятельные асимптотические нормальные оценки, которые их оцененные асимптотические дисперсии были состоятельны к нетростке недостейчности, автокорреляции и более других проверок и делам. Спасибо за ответ. Еще уточняющие вопросы или, может быть, какие-то другие вопросы по технике или по содержанию работы? Коллеги, прошу вас. Хорошо, пока, возможно, кто-то обдумывает. Мария, позвольте, я тоже уточню вас. В последнее время достаточно часто Центральному банку, скажем так, можно условно назвать критиками политики Центрального банка, задают вопрос о том, почему Центральный банк не таргетирует выпуск. Подразумевает, что он должен это делать для улучшения эффективности макроэкономической политики. Можете ли вы что-то ответить, исходя из вашего исследования, возможно, по разным временным интервалам или в целом по политике Центрального банка, насколько вы согласны с этой критикой или что показывает ваш анализ, насколько это разумная такая политика или нет? В рамках моего исследования результаты получились такие, что Банк России не таргетирует выпуск на периодах, когда уже Банк России перешел к режиму инфляционного таргетирования или начал производить некоторые действия, направленные на переход, например, введение ключевой ставки процента. Но я считаю, что это, наверное, не очень правильно, то, что Банк России не рассматривает выпуск в качестве цели для своей политики, ну, наряду с инфляцией. И в данном случае, например, я слышала, что по последним новостям Банк России заявлял о том, что как раз сегодня должны были проходить, или должны будут проходить обсуждения по поводу смягчения ключевой ставки процента. И объяснили это тем, что как раз необходимо поддержать выпуск, необходимо стимулировать экономическое развитие вот в связи с ситуацией, которая сложилась, и в принципе это будет сделано, несмотря на то, что будет с ценами. В принципе, объяснили просто так, что смотрят на экономический рост. И это уже текущая ситуация, уже, наверное, не очень сходится с результатами исследования, которые проводила на периоде до июля прошлого года. Поэтому, наверное, все-таки, я думаю, Банк России учитывает то, что происходит с выпуском, что должно с ним происходить, какие цели нужно преследовать в плане экономического роста в России. Спасибо. Еще один вопрос у нас в чате появился. Будьте добры тоже прокомментировать его. Он, может быть, не совсем по теме вашего доклада непосредственно, но тем не менее навеян вашим докладом. Возможно, у вас есть какой-то мнение на отчет. Ну вот, как раз вопрос про текущую ситуацию, про то, что Банк России собирается смягчать процентную политику и снижать ставку процента, чтобы поддержать экономический рост в России. Ну, это мнение Банка России, но они еще не, фактически не произвели этих действий, просто решают. Ну, наверное, это было бы правильно. Хотя правильно было бы смягчение монетарной политики, снижение ключевой ставки процентов в ответ на падение темпов роста выпуска, в том числе прогнозируемого выпуска в этом году. Но, возможно, эти меры могут быть, могут иметь определенный временной лаг, который именно в данной ситуации, именно сейчас, сразу после действий Банка России, направленных на смягчение политики, возможно, не приведет к чему-то, ну, к решению сложившейся ситуации сразу. Возможно, эти действия достигнут своего результата, необходимого через какое-то время, когда уже и условия, обусловленные вирусом, карантином, изменятся тоже. Спасибо большое, да. Я думаю, что по всей вероятности это вопрос, наверное, политикой других центральных банков, да, мы сейчас действительно видим, что изменение ставок процента во многих странах. И вопрос, насколько это оправдано, насколько это разумно, потому что здесь существует полюраль изменений. Вашу точку зрения мы услышали, спасибо большое. Еще один уточняющий вопрос. Не уверен, что, понимаю его в полной степени, но, может быть, коллега уточнит, если потребуется, выбирать не видите, я просто зачитаю. Было ли использование других мер инфляции, видите, да? Да, другие мер инфляции. Нет, был расчет... Вероятно, да, только на все периоды. Да, был расчет инфляции с помощью ИПЦ, с помощью официального целевого значения инфляции Банк России, но и все, других показателей мы не использовали, но использование этих двух показателей было в виде двух вариантов расчета, чтобы понять, какой расчет, какой показатель в итоге будет лучше реагировать в исследовании на наши оценки. И поэтому нет других мер инфляции, показателей не будет. Понятно, спасибо за ответ. Достаточно такого ответа или какое-то уточнение нужно еще, пояснение, почему именно так или нет? Нет, по всей вероятности. Да, отлично, замечательно. Коллеги довольны вашими ответами, судя по всему. Спасибо вам большое. Прекрасный старт нашей секции сегодняшней. Поговорили очень подробно о целевых приоритетах Банка России. Сейчас давайте перейдем к следующему докладу. Это будет доклад Анны Мироновны Килицевской, и он будет посвящен финансовой стабильности как цели политики центральных банков. Анна Мироновна, прошу вас, у вас 15 минут, если потребуется, за 2 минуты до конца я помешаю. Хорошо, спасибо. Добрый день еще раз всем. Прежде всего, хотела бы поблагодарить организатора за предоставленную возможность выступить в рамках апрельской конференции, даже с учетом сложившихся условий. Я думаю, что в текущей ситуации это особенно ценно. Мой доклад «Финансовая стабильность как цель политики центральных банков» выполнена эта работа в состарстве с Чимбулатовой Марией, Гадией Людмилой и Джоахадзе Еленой. Переломный момент восприятия финансовой стабильности произошел после мирового финансового кризиса, когда стало понятно, что обеспечение ценовой стабильности не гарантирует и не является достаточным условием для достижения финансовой стабильности. В результате, а также с учетом того, что особенностью глобальной экономики является тесная взаимосвязь финансовых организаций не только в рамках национальной экономики, но и в мировой экономике, отмечу, что это также стало понятно после глобального кризиса. Цель по обеспечению финансовой стабильности была выделена в самостоятельное звено экономической политики, которая фактически стала связующим между макроэкономической политикой, которая была и в докризисный естественный период, и микропродукциальной политикой, которая в докризисный период была нацелена исключительно на снижение идеосинкратических рисков, причем ограничивалась рисками, формирующимися в банковских организациях. Таким образом, после мирового финансового кризиса цель по обеспечению финансовой стабильности стала восприниматься гораздо шире и охватывать не только банковскую систему, но и финансовую систему в целом, и также учитывать системные риски. В настоящее время в большинстве стран, таких 41% стран, эту политику реализуют центральные банки. Тем не менее, во многих странах по-прежнему цель по обеспечению финансовой стабильности не выделена в самостоятельное звено экономической политики, а, соответственно, и отсутствует орган, обеспечивающийся достижение этой цели. Таких стран на данный момент, по данным МВФ, 24% из общего перечня стран. И хотя в большинстве стран, как я уже сказала, цель по обеспечению финансовой стабильности была включена в полномочия центральных банков, в экономической литературе выделяют несколько факторов, которые говорят о сложности достижения этой цели центральным банком. Среди них это отсутствие общепринятого определения финансовой стабильности, а, соответственно, и перечни решаемых центральным банком в этой сфере задач. Помимо этого отсутствуют точные количественные оценки их достижений и методологии их расчета. Этот фактор не позволяет осуществлять в том числе межстрановые сопоставления текущего уровня состояния финансовых систем. Помимо этого, в экономической литературе достаточно часто говорят о рисках возникновения противоречий между целями центрального банка, в том числе целью по достижению целевой инфляции и целью по обеспечению стабильности финансовой. Собственно говоря, именно этому аспекту и посвящена наша работа. Говоря о понятиях финансовой стабильности, хотелось бы отметить, что центральные банки используют абсолютно разные определения финансовой стабильности. И как вы видите, они достаточно широкие и охватывают они два направления. Во-первых, речь идет о способности финансовых организаций осуществлять трансформацию сбережения и накопления. И во-вторых, о возможности финансовых организаций противостоять шокам, в том числе и внешним. И безусловно, это определение финансовой стабильности выходит далеко за полномочия центрального банка, поскольку многие шоки, в том числе и внешние, и их реакции на внутреннюю экономику, будет зависеть в том числе и от структуры национальной экономики. Безусловно, это никак не зависит от политики центрального банка. Для наиболее широкого перечня стран индикаторы финансовой стабильности рассчитывают агентства Bloomberg и Goldman Sachs. Эти показатели охватывают широкий перечень индикаторов, которые характеризуют уровень процентных ставок, состояние рынка облигаций, состояние рынка акций, фондовые индексы, например, ВИКС, которых охарактеризуют состояние уровень финансовой напряженности в мировой экономике, не только в Соединенных Штатах. А также курсовые показатели, как, например, в случае Goldman Sachs, они используют реально эффективный долларовый индекс Goldman Sachs. И, собственно говоря, преимущество этих показателей как раз заключается в том, что рассчитываемые поединные методологии индексы финансовой стабильности позволяют осуществлять сопоставления, межстрановые сопоставления, состояние финансовых систем. Но, собственно говоря, этим определяется и недостаток этих индексов, поскольку рассчитываемые поединные методологии, они не позволяют учесть страновых особенностей стран. Этот недостаток решают и позволяют избежать расчет индекса финансовых условий или индекса финансовой стабильности, которую делают центральные банки не только развитых, но и развивающихся стран. Как правило, это также индекс, охватывающий широкий спектр показателей, характеризующих в том числе индекс потребительских цены, капитализацию рынка акций, динамику кредитования. Также они могут включать такие показатели, как WIX или, например, CNP500 для оценки состояния мировой экономики. Для оценки финансовой стабильности в России мы использовали индекс АКРА, и хотя он не рассчитывается центральным банковым, а рассчитывается рейтинговым агентством, я бы хотела обратить внимание, что этот показатель учитывает в числе прочих разницу между спотовые и форвардные ценами на нефть, а также волатильность цены на нефть. Мне кажется, что включение этих показателей в перечень учитываемых индикаторов позволяет учесть особенности российской экономики, которые заключаются в ее ориентированность на экспорт сырья, соответственно, в ее высокой степени зависимости от состояния сырьевого рынка. Переходя к эмпирическим работам, я буквально рассказала нескольких из них, которые показались мне наиболее привлекательными из общего перечня изученных работ. И, например, это работа Теграва, который строит микро-макро-модели. Преимущество этого подхода заключается в том, что в своем исследовании, которое проведено, я отмечу, на данной Германии, автор учитывает особенности банковской системы, ее структуру и непосредственно микро-показатели, характеризующие деятельность банков. В результате автор приходит к выводу, что шок монетарной политики, а именно ее ужесточение, в среднем увеличивает вероятность возникновения проблемы у банков. При этом влияние монетарной политики на финансовую стабильность сильнее в случае, если капитализация банков низкая. Также я хотела бы обратить внимание на работу Апостолокиса и Пападополоса в той части, в которой они проводят тест Грейнджера, поскольку полученные авторами результаты говорят о том, что причинность по Грейнджеру есть только от индекса финансовой стабильности, который, отмечу, авторы рассчитывали самостоятельно, в сторону индекса потребительских цен. Но в обратном направлении такая причинная связь обнаружена не была. И это уже вступает в противоречие с действующей до кризиса парадигмой, которая заключалась в том, что ценовая стабильность обеспечивает финансовую стабильность. Более подробно я бы хотела остановиться на работе блога из авторов, поскольку именно эта работа положена в основу нашего исследования. Авторы исследовали соотношение индикаторов ценовой и финансовой стабильности для США и еврозоны. Делали они это с помощью разных методов, но я обращу внимание на то, которым воспользовались мы. Это диссигарча модель, в которую, помимо индикаторов ценовой и финансовой стабильности, были также включены и макроэкономические показатели. На этом этапе полученные авторами результаты говорят о том, что соотношение ценовой и финансовой стабильности не только является неустойчивым во времени, а весьма волатильным, но и опускается в зону отрицательных значений, что опять-таки противоречит действовавшей до кризиса парадигме. На следующем этапе авторы определяли детерминанты этого соотношения, делали они это с помощью МНК и 2МНК, и в модели они оценивали влияние индекса промышленного производства, дали перемены монетарные агрегаты и прочие факторы, но я хотела бы остановиться на том, что для Соединенных Штатов полученными авторами результаты говорят о том, что соотношение ценовой и финансовой стабильности коррелирует, зависит от бизнес-цикла, в качестве прокси которого авторы использовали темпы роста промышленного производства. Переходя непосредственно к нашему исследованию и опыту Банка России, я буквально вкратце хотела бы напомнить, что в июле 2013 года Банк России стал мегарегулятором, и он получил функции по развитию финансового рынка и обеспечению его стабильности. В официальных документах регулятора мы нашли два определения финансовой стабильности, причем в официальных документах достаточно новых. Согласно одному из них, под финансовой стабильностью поднимается бесперебойно эффективное функционирование финансового рынка, в том числе процессы по трансформации сбережений в инвестиции и так далее. Это определение является достаточно широким, и при таком определении финансовая стабильность может рассматриваться в том числе как цель денежно-кредитной политики. В другом определении Центральный банк дает весьма узкое определение, согласно которому состояние финансовой системы является стабильным, если не происходит формирование системных рисков, способных оказать негативное воздействие. И уже в этом прочтении финансовая стабильность является строго задачей макропрофессиональной политики, поскольку касается исключительно системных рисков. В своем исследовании мы в качестве индикатора ценовой стабильности использовали индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года. Как я уже говорила, в качестве индикатора финансовой стабильности мы использовали индекс АКРА. Также при построении 10 ГАРЧ-моделей мы использовали темпы роста денежной массы к соответствующему периоду или денежной базы к соответствующему периоду. Также нами были включены в эти модели процентная ставка МИАКР. И в зависимости от спецификации мы также учитывали динамику фондового индекса ММВБ и динамику кредитования. Последние два показателя, на наш взгляд, позволяют оценить состояние тех сегментов финансовой системы, в которых непосредственно финансовые риски могут быть прождены, зарождаться. И на следующем этапе в процессе оценивания детерминанта этого соотношения мы использовали также индекс промышленного производства, следуя подходу блота и соавторов, а также пробовали использовать помимо ставки МИАКР еще и ставку РИПО, ну соответственно либо одну, либо другую. Начали мы наше исследование с проведения теста Грейнджера и полученные нами результаты не позволили нам отвернуть гипотезу об отсутствии причинности по Грейнджеру как в направлении от индекса финансовой стабильности в направлении индекса потребительских цен, так и в обратном направлении. И в этом уже наши результаты как бы противоречат тем выводам, которые были нами, мною озвучены чуть ранее по работе а постоковался и попадопался. На следующем этапе мы непосредственно приступили к расчету 10 гарчей моделей и начали мы с наиболее простой из них, которая включала только индекс финансовой стабильности и индекс потребительских цен. И уже на этом этапе полученные нами результаты позволяют заключить, что соотношение индикаторов ценовой и финансовой стабильности не является устойчивым во времени, а оно весьма волатильно, при этом оно способно принимать отрицательные значения, которые приходились на 8, 11, 13, 15 годы. На следующем этапе мы несколько усложнили нашу модель, добавив индикатор состояния денежного рынка, а именно ставку мякросроком на один день и динамику денежной массы. Полученные нами результаты также говорят о том, что соотношение ценовой и финансовой стабильности является весьма волатильным и принимает отрицательные значения уже в 8 и в 2016 годах. Далее мы, как я говорила, в модели включили логарифм логарифм индекса ММВБ и динамику кредитования, то есть как индикаторы, которые могли предшествовать нарастанию финансовых рисков в экономике. И в этом случае наш вывод снова подтверждается и говорит о том, что это соотношение является весьма волатильным и опускается в том числе в зону отрицательных значений. В области положительных значений динамическая корреляция оказалась только при использовании денежной базы в широком определении. При этом бы хотелось отметить, что в этом случае это соотношение является достаточно устойчивым. И на следующем этапе мы провели оценку детерминанта этого соотношения. Мы использовали два МНК, поскольку наличие эндогенности было подтверждено формальными тестами. В модель мы включили макропоказатели, индекс промышленного производства, динамику денежной массы, процентную ставку МИАКР или РИПО и даме переменной на кризис. И полученные нами результаты говорят о том, что индекс промышленного производства, в отличие от результатов, которые получил БЛОД для Соединенных Штатов, для России оказался незначимым. Также практически во всех моделях оказались незначимы динамика монетарных показателей, незначимы процентные ставки. Значимыми оказались только показатели непосредственно финансовой стабильности и индекс потребительских цен. И это нам говорит о том, что соотношение целей по обеспечению ценовой и финансовой стабильности зависит от текущего состояния макроэкономики, от уровня цен и напряженности на финансовом рынке. Помимо этого, значимыми оказались дами на кризисный период, что говорит о том, что именно в эти периоды повышается вероятность возникновения противоречий между целями Центрального банка по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Я бы хотела обратить внимание, что на основной части рассматриваемого нами интервала соотношение целевых значений по обеспечению ценовой и финансовой стабильности находится в области положительных значений. И это говорит о том, что поддерживая ценовую стабильность, Банк России способствует поддержанию и финансовой стабильности. Тем не менее, тот факт, что это соотношение способно опускаться в области отрицательных значений, является еще одним фактором, подтверждающим необходимость использования дополнительных инструментов, в том числе инструментов макропродукциальной политики. На этом я завершаю. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, Мирон, спасибо вам большое. По-моему, очень интересный доклад и на очень актуальную тему, собственно говоря, когда финансовая стабильность не была актуальной. Спасибо. Коллеги, может быть, у кого-то есть вопросы к этому замечательному докладу? Прошу вас. Хорошо, давайте, может быть, я тогда начну и, как и в прошлый раз, коллеги подумают, что это еще какие-то вопросы родятся. Скажите, пожалуйста, вот вы акцентировали наше внимание на том, что вы использовали индекс АКРА и объяснили это тем, что, собственно говоря, спецификой нашей экономики была ли предпринята попытка использовать какой-то другой индекс и, может быть, сразу другой вопрос, была ли попытка использовать индекс АКРА для каких-то других сырьевых экономик или вы считаете, что это неразумно для данного анализа? Собственно говоря, для России мы обнаружили, помимо индекса АКРА в открытом доступе еще индекс Goldman Sachs, который я также упоминала, но учитывая, что он рассчитывается по единой методологии, что является, собственно говоря, его недостатком, сравнивая показатели индекса Goldman Sachs и индекса АКРА, мы обнаружили то, что Goldman Sachs в силу методики своего расчета является практически неволатильным, то есть он не учитывает тех шоков, тех рисков, которые характерны только для российской экономики, поэтому мы сочли его недостаточно адекватным для оценки нашей ситуации и остановили свой выбор на индексе АКРА. Что касается использования этого индекса для других сырьевых экономик, к сожалению, я не видела, чтобы рейтинг агентство АКРА рассчитывало этот показатель для других сырьевых экономик, то есть, возможно, я просто не нашла таких значений. Четко позвучал, основываю свой вопрос, я имею в виду, может быть, предупреждение с помощью методологии, используемой АКРА, рассчитать индекс для других стран и посмотреть, как было бы адекватно для других сырьевых экономик. У него идея не было? Нет, пока до этого я еще не добралась. Думаю, это сделать в дальнейшем. Спасибо. Хорошо. Какие-то вопросы появились к анимированию за это время? Нет, по всей видимости. Спасибо большое за очень интересный доклад. Спасибо. Я думаю, мы двинемся дальше. Собственно говоря, следующий доклад будет посвящен актуальности принципа движения против ветра для денежно-кредитной политики в малой открытой сырьевой экономике. И докладчиком выступит ведущий экономик Центрального Банка Российской Федерации. Это будет Ирина Козловцева. Ирина, прошу вас. У вас 15 минут. Всем добрый день. Сейчас я покажу, что вы представили. Классический дисклеймер, как сотрудник Центрального Банка, что данное исследование отражает исключительно нашу позицию и может не совпадать с позицией Центрального Банка. И, собственно, перейду к рассказу в общих чертах того, что мы сделали, поскольку исследование большое. Если есть желание, я думаю, организаторы прицепят аннотацию и там будет ссылка на наш приприз, с которым нужно ознакомиться. Собственно, в чем была идея нашего исследования, как мы пришли к такому вопросу. Если мы посмотрим на динамику реального валютного курса, в странах-экспортерах и неэкспортерах сырья, мы можем видеть, что для экспортеров волатильность реального обменного курса намного больше. Это может создавать некоторые проблемы, особенно для стран-трагидеров инфляции, поскольку так или иначе изменение реального обменного курса сказывается на том, как ведет себя инфляция в этой стране, и Центральный Банк должен принять решение, реагировать или не реагировать на такое изменение цен, считать это перманентным изменением или временным и так далее. Собственно, в чем еще особенность для стран-экспортеров сырья? В случае, например, положительного шока цены на нефть у стран-экспортеров возникает некоторый трейдок. Во-первых, для примера России, если растет цена на нефть, то и укрепляется валютный курс рубля, и, соответственно, инфляция сокращается. При этом, с другой стороны, рост стоимости нефти приводит к росту доходов в экономике и, соответственно, увеличению экономической активности. И в этом случае возникает некоторый разнонаправленный эффект на инфляцию. Соответственно, здесь есть вопрос относительно того, что Центральный банк, смотря исключительно на инфляцию, может не учитывать какую-то динамику, которая есть в экономике и, допустим, пропустить какие-то проинфляционные риски, которые могут сыграть в дальнейшем. Такой же эффект, но для развитых стран, которые являются импортерами, также был обсужден в литературе. И поэтому возникает наш вопрос, собственно, как Центральный банк реагирует на подобные шоки. И в этом вопросе мы ориентируемся на статью Бернанки 1997 года, в которой он смотрел на такой вопрос, но только для США, соответственно, в то время для импортера СРИА. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, если Центральный банк реагирует, то какой вклад в динамику переменных он делает, и в частности нас интересовал кредитный цикл? Будет ли реакция Центрального банка в ответ на понижение инфляции, которая связана с изменением реального обменного курса, приводить к еще большему усилению кредитного цикла? И если да, то какое увеличение вклад, существенный или несущественный, будет оказывать Центральный банк? И, собственно, третий вопрос. Вот мы видим, как по факту реагировали Центральные банки, а стоит, а как выглядит? Ну, собственно, тут на слайдах в общих чертах есть ссылки на литературу, в которой описаны те вещи, о которых я рассказывала, про эти переносы, про противоречивое влияние шоков сырья, такой как нефть на страны-экспортеры и импортеры, про то, какой вклад реакции монетарной политики на шоки сырья может оказывать в кредитный цикл, что нас тоже в какой-то мере интересует. И, собственно, одна часть это эмпирическая, то, как Центральный банк по факту реагировал на изменения, и вторая часть это то, а как с точки зрения некоторых моделей Центральному банку стоило бы более оптимально реагировать на сырьевые на сырьевые шоки. Особенно у нас вопрос этот интересует применение для стран-экспортеров сырья, которые являются триктерами инфляции и, в частности, для России, и, соответственно, анализ мы делаем на основе модели, которая калибрована для России. Собственно, по каждому из пунктов, которые я обсудила ранее, мы провели некоторые расчеты и привели все результаты в репринте. Я сейчас коротко расскажу о том, что мы оценили панельные структурные вары для того, чтобы показать, есть реакция или нет. Различается она по странам экспортерам и импортерам, либо не различается. Мы посчитали на основе методологии, предложенной СИМСЖа и Бернанке, вклад, который оказывает изменения директора монетарной политики в кредитный шок, в динамику кредитного цикла и, соответственно, посмотрели на основе DSG-модели, а что будет меняться, если мы, собственно, динамику кредитов, будем учитывать при принятии решения. Почему нас, собственно, интересует динамика кредитов? Поскольку на инфляцию оказывается такое противоречивое воздействие, нам становится интересно, а может ли какой-то еще показатель помимо инфляции улучшить достижение банком цели по обеспечению стабильности выпуска инфляции? Вот если смотреть не только на уровень инфляции, то что еще? Например, можем посмотреть кредиты и плюс еще, как мы знаем из литературы, накопление кредитов является довольно хорошим индикатором возникновения финансовой нестабильности, и поэтому могут возникать некоторые проблемы, которые мы не можем напрямую уловить сейчас. Собственно, если переходим по порядку к тому, что было нами сделано в общих чертах, вы уже сказала, мы оценивали панельную структурную вар-модель, мы разделили страны на четыре группы, экспортеры и неэкспортеры, и развивающиеся, развитые страны. Какие страны, которые попали, приведено на слайде, как мы оценивали вар-модели для проверки на рабастность, еще смотрели на LPM-модель, результаты практически одинаковые. Мы получили примерно следующий результат, что в развивающихся странах, экспортерах ставка процента склонна идти вниз, соответственно, центральные банки скорее больше реагируют на изменение обменного курса и, соответственно, на замедление инфляции. При этом в развитых импортерах ставка процента идет вверх, то есть они реагируют на усиление инфляции с держащей политикой. И, соответственно, противоположную динамику мы можем видеть на кредитах. Она не такая значимая, но, однако, все равно тенденции можно различить. Если смотреть не на графиках, мы посмотрели на оценки, получаются какие-то значимые отличия или нет. Что важно заметить? Если мы возьмем группу стран-экспортеров, то кредиты в странах развивающихся растут, как мы и предсказывали, однако в развитых странах кредиты скорее не растут. В общем, тут получается в Варе значимый, но недолго нестабильный результат, в ЛПМ незначимый. Поэтому здесь возникает вопрос о том, что даже среди стран-экспортеров, которые таргетируют инфляцию, могут быть различные динамики, и она может быть связана с рядом показателей, которые указаны на слайде. В частности, это может быть и фискальная политика, такая как накопление фондов национального благосостояния, резервов и так далее. Что фискальная власть просто выводит лишние доходы из экономики и поэтому не оказывается такого сильного эффекта. Возможно, это связано с более заякорными ожиданиями в развитых странах, с большей практикой использования монетарной политики и, соответственно, большим доверием монетарной власти. Это открытый вопрос для обсуждения. Мы в эти подробности уже не вдавались, мы просто показали факт, что для развитых стран, которые экспортируют в тюрьме, действительно может быть такой эффект. И, соответственно, далее мы посмотрели, какое по величине может быть вклад. Россия тут не попала в не очень длинного периода таргетирования инфляции, однако мы можем видеть, что для экспортеров все-таки вклад реакции монетарной политики в динамике кредитного цикла может быть значимым. Он, конечно, нестабильный между странами, однако в среднем он оказывается довольно существенно больше, чем в странах, которые сырье не экспортируют. И далее перейдем уже к непосредственно более нормативному вопросу относительно того, что же банку можно делать в подобной ситуации, чтобы не допустить, в частности, накопления рисков финансовой стабильности. Мы взяли модель крепциевых знавок, которая представлена в их препринте. Это схема для того, чтобы проиллюстрировать то, как устроенная модель, в принципе, она довольно стандартная. Для каждого производителя домохозяйства есть микрозадачи, у центрального банка есть своя функция потерь, и также здесь есть массовый сектор, который дает нам возможность смотреть за тем, сколько кредитов накапливается. Что мы в ней изменили? Поскольку динамика кредитного цикла может оказывать влияние на макроэкономическую стабильность, может вызывать в дальнейшем кредитные бумы, спады и так далее, мы включаем дополнительно динамику волатильности кредитов в показатель функции потери для центрального банка, и делаем это по аналогии с тем, как это делал Верона с авторами 2017 года. Также для того, чтобы включить каким-то образом реакцию центрального банка на эти кредитные показатели, мы включаем динамику в функцию правила Тейлора, которое включено в модель. Соответственно, здесь мы сможем использовать два разных показателя, поскольку мы не смогли сделать выборы, какой из них лучше, какой хуже показывает динамика кредитного цикла. Мы взяли кредитный рост и взяли изменение кредитов КВП. И посмотрели, а как же включение динамики кредитов может сказываться на значении функции потери. Собственно, что мы еще сделали? Мы взяли и поменяли величину шока цены на нефть для того, чтобы учесть, насколько значимым либо незначимым является шок цены на нефть для страны. Если шок на нефть маленький, то условно для этой страны нефть является не очень значимым товаром, и поэтому она скорее будет вести себя как не экспортер нефти, но если шок является довольно значимым, значит, страна, динамик в данной стране сильно завязана на нефть, и она будет реагировать сильнее для того, чтобы учесть то, как реагируют экспортеры сырья. Далее. Чтобы сравнить величину функции потерь, чтобы это было нагляднее, мы посчитали относительную функцию потерь. Мы посчитали относительную функцию потерь, то есть взяли, когда посчитали величину потерь, когда у нас нет вот этой дроби в виде изменения кредитов в правиле Тейлера, и дробь, когда эта переменная есть, и нашли их отношение. Соответственно, если оно меньше единицы, это означает, что у нас политика, которая реагирует на кредитный цикл, является улучшающей относительно благосостояние общества, или уменьшающей функцию потери Центрального банка. Собственно, для примера, если мы возьмем равные веса инфляции кредитов и выпуска функции потерь, далее мы переберем разные величины шоков на нефть, мы можем видеть, что и для стран, для которых шок относительно незначим, и для стран, для которых шок относительно значим, использование, например, кредитов КВП в правиле Тейлера может дать улучшение с точки зрения величины функции потерь. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения. Коллеги, прошу прощения, не знаю, слышно ли меня, у меня небольшой технический сбой. Ирина, у вас две минутки за... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И обращаю внимание, есть один точнейший вопрос, но давайте, наверное, вы закончите, а потом к ним перейдем. Спасибо. Так, демонстрацию экрана включаем. Итак, собственно, это у нас динамика ставки процента и кредитов для разных весов, просто чтобы сравнить для использования в правиле Тейлора разных показателей. В целом, ближе к стади-стейту оказывается, экономика оказывается, если мы будем использовать показатель кредитов ПВП, но тут опять-таки философский вопрос, на что лучше ориентироваться, и поэтому мы все равно рассматривали и тот, и другой случай. Бывают вопросы относительно того, что если мы будем, почему мы включаем кредит КВП, если мы таргетируем инфляцию, в ответ на этот вопрос здесь представлено сравнение графиков тоже относительно функции потерь, но для случаев, если мы приписываем нулевой вес кредитам КВП в функции потерь. То есть функция потерь не меняется, однако мы все равно реагируем на кредит КВП. И можно видеть, что для, в принципе, всех случаев есть такие моменты, когда политика, когда мы реагируем на динамику кредитов, оказывается более выигрышной с точки зрения уменьшения функции потерь Центрального банка. Основные выводы, которые хочется сделать, на которые обратить внимание, мы видим, что банки, таргетирующие инфляцию в развитых странах, действительно могут реагировать на изменения относительного курса, поскольку, как основной ключевой показатель для таргетирования, они используют общую инфляцию, а не инфляцию на неторгуемые товары, что могло бы, в принципе, решить проблему. При этом вклад в динамику кредита может оказаться довольно значимым, и хотелось бы, если Центральный банк хочет избежать накопления финансовых рисков для того, чтобы не допустить инфляцию в дальнейшем, что, ну, наверное, на эти кредиты стоит реагировать, и в DG-модели мы показали, что даже если на самом деле кредиты не оказывают влияние на благосостояние общества, то они дают какую-то дополнительную информацию для того, чтобы достичь меньшего уровня потери для экономики в целом. Спасибо большое за ваш доклад. Мы преодолели все технические сложности, несмотря на что его победно завершили. Спасибо большое за интересный доклад. Пожалуйста, переходите сразу к вопросам, их достаточное количество в чате, и вы их видите. Пока что нет. Смотрите, давайте тогда я вам помогу. Первый вопрос был, что представляет собой DG-модель? DG-модель — это динамическая стахастическая модель общего равновесия, где у нас есть домохозяйство. Они, соответственно, максимизируют свою медвременную функцию полезности, выбирая себе потребление и продолжение труда. Есть фирмы, которые нанимают труд, производят какой-то конечный торгуемый товар. С другой стороны, у нас есть иностранная экономика, которая нам какие-то импортные товары поставляет. Также есть сфера, которая отвечает за производство нефти. Она не использует труд, это просто как наделение экономики с рем, который мы экспортируем, соответственно, получаем какой-то экспортный доход. Есть финансовый рынок, который выдает фирмам кредиты на покупку капитала для того, чтобы они осуществляли свою производственную деятельность. И, соответственно, фирмы потом возвращают эти кредиты, а кредиты берутся из тех сбережений, которые делают домохозяйство. В принципе, можно с литературой, потому что такой DG-модель ознакомится в учебниках, статьях, которые приведены, в частности, у нас. И рассказывать об этом, может, тоже очень долго. Хорошо, спасибо за краткое пояснение. Надеюсь, этого достаточно было для ответа на этот вопрос небольшой. На основе чего определяется ВИСА компонент функции потерь Центрального банка? Мы ориентировались на то, что предложил Веронус авторами статьи 2017 года, на которой я ассоциировалась. Поэтому мы взяли в базовой версии равные веса инфляции выпуска и меняли вес кредитов. Затем мы проверили результаты, поменяв веса у выпуска, поскольку относительный вес, поэтому неважно буду прописывать вес и инфляции выпуску или только выпуску. Поменяли еще веса у выпуска, в принципе, результат остался тем же самым, поскольку мы сейчас в процессе доработки для статьи, поэтому результатов становится все больше и все привезти просто невозможно. Спасибо большое. Мне кажется, ответили на точнее всего вопрос. Оптимизация производится только по параметру при кредитах или по всем параметрам правила Тейлора, или по всем параметрам фискальной медитарной политики? Параметры, которые в правиле Тейлора стоят у инфляции ставки прошедшей, они были взяты из базовой модели, которая была откалибрована для России. Далее параметры у кредитов, которые используются в правиле Тейлора, мы перебирали. Собственно, этот показатель откладывался по горизонтальной оси, и в зависимости от него получались разные относительные позиции. Если мы больше оказываем внимания в правиле Тейлора, потери могли становиться меньше. И поскольку мы понимаем, что если мы включаем кредиты в функцию потерь и учитываем их в правиле Тейлора, наверное, использование кредитов может дать преимущество, и поэтому проверили на всякий случай еще и все возможные веса у кредитов в функции потерь, в том числе и нулевой вес, когда на самом деле вроде как не надо обращать внимание на кредиты сами по себе, однако они все равно могут давать улучшения с точки зрения функции потерь. То есть мы непосредственно не оптимизировали, но перебрали все, что могли. Спасибо, Ирина. Надеюсь, ответили на этот вопрос для нашего коллеги. На этом мы закончим с вашим докладом. И теперь мы перейдем к заключительному докладу нашей секции, к информационной политике, вербальной интервенции различных представителей Совета директоров Банка России и динамика процентных ставок. И докладчиком выступит преподаватель в Школе экономики, Департаменте экономики Олег Телегин. Добрый день. Я бы сегодня хотел представить доклад на тему вербальной интервенции различных представителей Совета директоров Банка России и динамика процентных ставок. Данная работа посвящена изучению воздействия информационной политики Банка России на структуру процентных ставок в экономике в период с 2014 по 2017 год, то есть в условиях перехода постепенного к инфляционному таргетированию. На данный момент исследования, посвященные коммуникационной политике центральных банков, привлекают все большее внимание. И, как правило, основное внимание уделяется взаимосвязи между высказываниями различных представителей регулятора и обменным курсом или же его волатильностью. Так, например, в работах Янсена, Дехана, Эггерта и Каченды была продемонстрирована взаимосвязь высказываний представителей центрального банка и обменных курсов национальных валют для различных валютных пар. Также и для российского рынка в работах Мерзлякова, Хабибулина, Кузнецовой и Ульяновой была показана взаимосвязь обменного курса рубля к доллару США и сигналов представителей Банка России, а также взаимосвязь сигналов представителей Банка России и других макроэкономических показателей, таких как межбанковская ставка и различные фондовые индексы. Однако в 2014 году Банк России осуществил переход к плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции вместо таргетирования обменного курса. Таким образом, ключевая ставка стала основным инструментом монетарных властей и для достижения целей по инфляции для Банка России становилось все более важным управление именно процентными ставками в экономике путем одновременно изменения ключевой ставки и формирование ожиданий будущих процентных ставок у различных участников рынка. И данная статья ставит своей целью дополнить существующие исследования информационной политики Банка России, изучив влияние высказываний именно отдельных представителей или групп представителей Банка России на всю структуру процентных ставок в экономике. Соответственно, основным исследовательским вопросом работы является определение детерминант, формирующих различное восприятие рынком новостей, поступающих от Банка России, если такие вообще различия имеются. И для ответа на этот исследовательский вопрос необходимо было решить следующие задачи. Определить, способны ли высказами отдельных представителей Банка России влиять на структуру процентных ставок, изучить различия в восприятии новостей, поступающих от различных авторов, а также изучить различия между восприятием высказываний на различные темы и высказывания различной тональности, к которым могут прислушиваться участники рынка, а также разработать рекомендации для повышения эффективности информационной политики Банка России. И, соответственно, научная новизна этой работы состоит в том, что был исследован достаточно длинный временной промежуток, для которого был также произведен поиск точек разрыва, то есть различные реакции участников рынка на высказывания представителей Банка России, а также было исследовано влияние не только на краткосрочные ожидания, но также и на долгосрочные ожидания вплоть до 30 лет. И учитывались максимально специфицированные вербальные интервенции, в частности, учитывались и темы выступлений, и тональности сделанных заявлений. В качестве структуры процентных ставок в исследовании использовалась кривая бескупонной доходности. Она по сравнению с многими другими показателями, на которые может влиять коммуникационная политика Банка России, кривая бескупонной доходности имеет одно важное преимущество. У нее 12 значений, которые отображают и краткосрочные, и среднесрочные, и долгосрочные ожидания экономических агентов. То есть, значения от 3 месяцев до 30 лет. В основе построения кривой бескупонной доходности лежит параметрическая модель Нельсона Зигеля. Расчет осуществляется по сделкам и заявкам на рынке гособлигаций. Параметры кривой публикуются ежедневно около 6.30 вечера по московскому времени. Таким образом, мы использовали в работе все 12 значений этой джи-кривой. Вот на графике можно видеть графическое изображение того, как джи-кривая приблизительно аппроксимирует сделки и заявки на рынке государственных облигаций. В качестве вербальных интервенций использовались все нерегулярные вербальные интервенции. То есть, все интервенции, за исключением пресс-релизов и пресс-конференций по итогам заседания Совета директоров, так как в дни пресс-релизов и заседаний, соответственно, значения кривой бескупонной доходности менялись скорее не под действием вербальных интервенций, то есть каких-то высказываний, а под действием изменения или сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Поэтому регулярные высказывания мы убрали из рассмотрения и оставили в следующую базу данных. У нас есть тысяча четыре дневных наблюдения и 507 высказываний, которые были разделены на 10 тем, таких как высказывания о будущей траектории ключевой ставки, высказывания об экономическом росте, инфляционных рисках, об желаемой для Банка России фискальной политике, о состоянии дел в банковской отрасли и некоторые другие категории темы. Также авторы были разделены на 11 категорий. В основном это члены Совета директоров Банка России, например, Эльвира Набиулина, Ксения Юдаева и другие члены Совета директоров. Но в дальнейшем, так как для большинства членов Совета директоров по отдельным темам количество высказываний крайне малое, авторы были сгруппированы в несколько категорий. Отдельно рассматривались высказывания Эльвиры Набиулины, отдельно рассматривались высказывания Ксении Юдаевой, отдельно рассматривались высказывания неперсонализированные, Неперсонализированные, то есть в основном это результаты работы различных департаментов Банка России, например, аналитические материалы. И также рассматривалась категория «Остальные авторы», то есть все, кто не включались в предыдущие три категории. Отдельно рассматривалась сумма двух последних категорий, то есть неперсонализированные интервенции и остальные авторы. А также отдельно рассматривались члены Совета директоров, ответственные именно за банковский сектор, и смотрелись их высказывания про состояние дела в банковском секторе. Все высказывания делились на три тональности, то есть негативный сигнал, позитивный и нейтральный. Например, для высказываний о будущей динамике ключевой ставки негативный сигнал – это, соответственно, ужесточение политики, позитивный сигнал – это смягчение политики. И нейтральный сигнал говорит о том, что денежно-кредитная политика будет оставаться примерно на том же уровне. В качестве контрольных переменных использовались цены на нефть, биржевые индексы, ставки межбанковского кредитования, курс рубля. Дами-переменные, показывающие изменение ключевой ставки в процентах, и дами-переменные для шоков в экономике. В качестве важных шоков рассматривались первые торговые дни в году, то есть первый торговый день в январе, и внеочередные заседания Совета директоров Банка России, так как в эти дни наблюдалась, конечно, повышенная волатильность, логарифмическая доходность значений G-кривой. Для решения задачи поиска точек разрыва был использован метод minimum description length, для которого минимизировался функционал, показанный на слайде, и находилось не только количество разрывов, моменты разрывов, но также и наилучший порядок авторегрессии в каждом из сегментов, и порядки авторегрессии варьировались между нулем и единицей, то есть оптимальные. И использовался итеративный алгоритм, то есть мы сначала ищем наилучший момент для первого разрыва, потом для него наилучший момент для второго разрыва, потом для первого разрыва проверяем second best опцию, для нее ищем наилучший момент второго разрыва, потом состравниваем, получим результаты. Результаты поиска точек разрыва вы можете увидеть в таблице слева, они все группируются на два больших кластера, везде было найдено оптимальное количество точек разрыва, равное двум, но моменты разрывов разные для различных сроков погашения кривовой без купонной доходности. То есть для краткострочных и среднестрочных ставок примерно одинаковые моменты оптимальных точек разрыва, и для долгострочных они немного смещаются ближе к концу 2014 года и к концу 2015 года для второго разрыва. Затем был произведен поиск оптимальной спецификации моделей, использовались различные модели, такие как простые модели Арима, модели Арч, Гарч, Ай-Гарч и различные асимметричные модели Гарч. Были исследованы все возможные показатели макроэкономической динамики и было установлено, что для состояния экономики лучше всего описывается обменным курсом рубля как раз на 18.30 по московскому времени, то есть логарифмическая доходность курса рубля 18.30 текущего дня к 18.30 предыдущего дня. Примерно в половине регрессий были значимыми, значимым регрессором было выбрано изменение ключевой ставки, и практически во всех моделях значимым было также дамя переменная для шоков в экономике. То есть в итоге у нас получается 36 моделей для 12 значений G-кривой и 3 временных сегмента для каждого значения. И вот в эти 36 моделей мы по очереди подставляем по 3 регрессора, то есть дамя переменная единица для наличия соответствующего высказывания, соответствующей тональности на соответствующую тему. И так проверяем все возможные темы и все возможные тональности. Результаты можно, например, увидеть в этой таблице. Здесь эмпирические результаты для вербальных интервенций Эльвирной Бюлиной. То есть пропуски означают, что число вербальных интервенций на заданную тему просто меньше 5, поэтому такие модели мы не строили. В частности, можно увидеть, что сигналы о смягчении монетарной политики оказывают значимое влияние на участников рынка на значение кривой без купонной доходности для 2, 3, 5 и 15 лет, тогда как нейтральные сигналы вообще незначимы. Помимо этого, можно заметить, что сигналы Эльвирной Бюлиной об экономическом росте не оказывают вообще никакого влияния на участников рынка. Практически такая ситуация для высказываний об инфляционных рисках и для сигналов о финансовой стабильности, значимы лишь отдельные регрессоры в отдельных моделях, то есть только для некоторых временных сегментов. Теперь результаты проверки гипотез оказались следующими, что вербальные интервенции различных представителей Банка России действительно значимо, по крайней мере, где-то для некоторых временных сегментов и для некоторых тем влияют на ожидания участников рынка. При этом значения имеют как прямые сигналы о будущей ключевой ставке, так и высказывания на различные другие темы. В частности, даже сигналы о предпочитаемой Банком России фискальной политике, которые не выбираются Банком России, также оказывали значимое влияние на участников рынка. Однако наиболее частным результатом было, что для различных тем коммуникации Банка России не оказывают влияния на весь спектр процентных ставок. То есть они затрагивают чаще всего либо краткосрочные, либо среднесрочные ставки, либо и краткосрочные, и среднесрочные, но, по крайней мере, очень редко представители Банка России могут влиять на все значения джек-кривой. Часть этого результата может быть объяснена тем, что для некоторых показателей такой результат был бы ожидаемым. Например, для высказывания об экономическом росте действительно вряд ли они могут влиять на краткосрочные ставки в экономике, потому что сам прогноз скорее долгосрочный. Однако для некоторых... Прошу прощения, две минуты у вас. Да, хорошо. Для некоторых тем такое объяснение неприемлемо, и скорее это свидетельствует о неэффективности политики. Также результат, что для некоторых тем реакция участников разнится в зависимости от автора заявления. нами были проверены две гипотезы. Во-первых, различие восприятия в зависимости от должности в Банке России, и эта гипотеза не нашла подтверждения. В частности, хорошо видно, что высказывания Эльвиры Набиулиной не оказывают более значимого влияния, чем высказывания других представителей Банка России. То есть различия в занимаемых должностях объясняющим фактором для различия восприятия не являются. Однако была подтверждена гипотеза о том, что участники рынка больше прислушиваются к высказаниям именно на те темы, за которые ответственны авторы вербальных интервенций. То есть высказания тех членов Совета и директоров, которые непосредственно ответственны за банковский надзор, действительно способны влиять на процентные ставки, когда они высказываются о состоянии дела в банковской сфере. Но все остальные представители Банка России, когда высказываются о состоянии дела в банковской сфере, никоим образом на участников рынка не влияют. В дальнейшем я могу сказать, что дальнейшее направление работы – это в основном изучение эффектов недели тишины и моделирование эффектов гербальных интервенций на различных высокочастотных данных. И уже получены первые результаты, в частности, когда мы моделируем 5-минутные волатильности с помощью аналога HR-модели, видно, что волатильность курса рубля увеличивается лишь в течение первых 5 минут после публикации пресс-релиза, то есть крайне короткое действие изменения ключевой ставки на, например, волатильность курса рубля, то есть ненабильных данных, видно, что коэффициенты не только малы, но и действия крайне короткосрочные. Большое спасибо за внимание. Спасибо вам, Олег. Прошу вас обратить внимание на два очень интересных вопроса Андрея Синякова. Вероятно, вы увидите тоже, и все коллеги увидят. Прошу вас прокомментировать их. Давайте начнем со второго вопроса. Меняется ли роль высказывания, когда волатильность не приносит на рынке высока и когда она низка? На самом деле, для высказываний на многие темы наблюдается такой результат, что участники рынка больше прислушиваются к высказываниям регулятора именно во втором и третьем временном сегментах, то есть как раз в тех временных сегментах, которые не затрагивают волатильные периоды, потому что волатильный период в основном находился во первом временном сегменте. Однако сложно с уверенностью отнести это именно к волатильности на рынке, потому что, возможно, это связано с тем, что значимость проведения информационной политики для Банка России также росла от одного временного периода к другому по мере постепенного перехода к инфляционному таргетированию. То есть, возможно, участники рынка сильнее прислушиваются не потому, что период менее волатильный, а просто потому, что постепенно растет доверие к информационной политике Банка России. То есть здесь, мне кажется, достаточно сложно отделить один эффект от другого и сказать, какой именно наблюдается. Но да, есть такая взаимосвязь, что высказания более значимы в менее волатильный период. Какой критерий качества моделей? Ну, значение функции правдоподобия, да, и inSample r2. Прогнозная способность модели Out of Sample не проверялась. Наверное, можно это воспринять как совет. Да, спасибо большое за него. Это, наверное, будет проделано. Еще тоже еще два вопроса, в том числе комментарии про период тишины тоже будете обратить. Да, как определилась тональность высказываний? Ну да, к сожалению, руками и к позитивному и негативному высказыванию относились только явные сигналы. И это, конечно же, является слабым местом моделей. И, наверное, необходима какая-то проверка на робастность. То есть, вместо 1 и 0 для различных тональностей, наверное, необходимо также проверить робастность, выставляя различные веса. Ну, то есть, например, 3 для сильного сигнала, 2 для сигнала средней уверенности. То есть, условно, от 3 до 0, возможно, будет хорошая проверка робастности. Но пока что, да, тональность исключительно с экспертной оценкой одного субъективного исследователя. И последний вопрос. У Центробанка есть период тишины, примерно 10 дней. Все сигналы продвигать рынок делаются до этого времени. Да, я, правда, если честно, не очень понимаю, в чем вопрос. Вопрос в том, насколько вы это учитывали и не учитывали. Помогаем. Вопрос в том, как я дарю. Ну, когда мы моделируем дневную доходность, логарифмическую доходность, значение G кривой, то, наверное, гипотеза заключается в том, что участники рынка после какой-то нерегулярной вербальной интервенции сразу же корректируют свои ожидания. Поэтому это должно заключаться как раз в логарифмической доходности именно этого дня. Тот эффект, который вы описываете, наверное, был бы значим, если бы мы смотрели именно регулярные интервенции. То есть интервенции нет 10 дней. И потом вот этот пресс-релиз на самом деле может оказывать значимое влияние. В частности, потому что он показывает накопленный эффект за 10 дней. Но мы как раз не рассматривали регулярные вербальные интервенции. То есть мне кажется, что наличие периода тишины не должно как-то повлиять на оценки тех интервенций, перед которыми не было этого периода тишины. Спасибо большое. Благодарю вас, Олег, благодарю в первую очередь всех участников нашей сегодняшней сессии. Я надеюсь, мы все получили большое удовольствие. Я так точно. Особенно благодарность нашим докладчикам, конечно. Ну и, конечно, слушателям тоже за активные вопросы в чате. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня. Крепкого здоровья вам. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok